Арабам, не имеющим израильского гражданства, будет временно запрещено работать в школах как минимум четырех городов Израиля, включая Тель-Авив. Кабинет министров страны попытался успокоить общественное мнение, напуганное волной нападения арабов на евреев. Правительство также одобрило законопроект, позволяющий проводить на улице обыск практически любого прохожего, даже если не имеется прямых оснований подозревать его в ношении оружия. Премьер Натаньяху при этом заявил, что порядок доступа к мусульманским святыням в Иерусалиме остается прежним. Расписание молитв, право посещения, все это остается неизменным последние 15 лет. Единственное, что поменялось, это появление бандитов, оплаченных исламистскими группировками Хамас. Они приходят в мечеть и пытаются взорвать ситуацию. Также в воскресенье семьи четырех арабов, напавших на израильтян, получили постановление о сносе их домов. Впрочем, эти решения могут быть оспорены в суде в течение ближайших двух суток. Тем временем, Папа Римский и Франциск во время воскресной мессы в Ватикане вновь призвал положить конец насилию на Святой Земле. Понтифик заявил, что сегодня гораздо большее мужество проявит тот, кто сможет сказать нет взаимной ненависти, нежели тот, кто будет искать выход в сведении счетов со своим врагом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok